В эфире новости Анапа Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Чтобы в дальнейшем саперы могли либо устроить управляемый взрыв, либо как-то обезвредить. Робот-сапер, ферма-бот и другие уникальные проекты. Анапские школьники привезли золото и серебро с краевой выставки робототехники. День отказа от курения. Анапской молодежи о последствиях пагубной привычки рассказали наркологи. Использовать вот эти ресурсы творческие, чтобы дети могли познавать мир искусства. Бессмертная мелодия классиков. Во Всероссийском детском центре смена прошел концерт Краснодарского симфонического оркестра. И начнем с главного. В хуторе Воскресенском началось строительство детского сада по краевой программе. Об этом объявили на сегодняшнем планерном совещании. Глава курорта Юрий Поляков поручил не сбавлять темпы работ на уже строящихся объектах, а также следить за убранством Анапы и продолжить акцию по зеленению курорта. Подробнее в нашем сюжете. Специалисты управления по санаторно-курортному комплексу выявили 27 неработающих фонарей и 13 светодиодных элементов на Пионерском проспекте. Коммунальные службы муниципалитета занимаются их заменой. Юрий Поляков настаивает на системном подходе. Это должен быть постоянный какой-то контроль. Для того, чтобы оно нормально смотрелось, оно должно постоянно работать. Выявление фактов использования земли под индивидуальное жилищное строительство в коммерческих целях стало системой. Еженедельно по 3 или 4 адресам выезжает проверка, а еще 3 или 4 собственника получают предписание привезти либо объект, либо документы в соответствие. Усилить работу до Нового года все равно слабо. Если бы вы каждый день по 4 делали, то за 300 дней у вас бы уже было 1200, правильно или нет? Но этого же нет объема, его нету. Усилиться, пожалуйста. Это прежде всего вопрос налогов. Темпы роста доходов муниципального бюджета по сравнению с прошлым годом 9% на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Недоимка же по налогам с начала года снизилась почти на четверть. Финансисты администрации говорят о планомерной работе, начиная с агитации, заканчивая подворовыми обходами в сельских населенных пунктах. В частности, для взыскания доимки в сельских округах в ходе подворовых обходов на сегодняшний день 12 384 человека погасили 35,7 миллиона рублей. Налоговые поступления в краевой муниципальный бюджет означают больше возможностей для появления новых социальных объектов. В рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» началось строительство детского сада в хуторе Воскресенском. Практически завершено строительство здания амбулатории и врача общей практики в хуторе Чекон. На две трети готов модульный спортивный зал в коле номер 21 станицы Анапской. А в детском саду номер 11, Лазурный, специалисты устанавливают световое и технологическое оборудование в группах и пищеблоке. А лицензию сколько получать? Лицензию получать по регламенту Министерства образования 2 месяца. Но мы со своей стороны готовим все необходимые документы. Вы уже сейчас все готовите. А мы будем попросить, чтобы побыстрее все это было дело. Хорошо, Юрий Федорович. Юрий Поляков поручил управлению спорта готовить заявки в край на финансирование в следующем году строительства в Анапе бюджетных спортивных залов. И обратил внимание на подготовку к Новому году. Среди предприятий объявят конкурс на лучшее праздничное оформление. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И к другим темам. Анапский школьник занял первое место на краевой выставке юной техники будущей инновационной России. Более ста одаренных конструкторов со всей Кубани представили свое изобретение строгому жюри. Робот-сапер, сконструированный анапчанином, завоевал золото. А ученики младшей группы привезли из Краснодара серебро, придумав компактного фермобота. Этот дрон без труда преодолевает ступеньки. Весь секрет в измененной геометрии. С помощью дополнительных гусениц робот движется как на плоскости, так и встретив препятствия. Главная задача дрона – обезвреживание взрывчатки. Схема создания робота-сапера не нова. Однако анапский школьник добавил своему устройству несколько полезных преимуществ. Как посчитали члены жюри краевой выставки, у Владимира это получилось. Этот робот-сапер намного легче и подвижнее своих прототипов. А с помощью механической клешни дрон может самостоятельно взять предмет. Мы можем представить ситуацию, что, допустим, при рытье котлована рабочие нашли что-то напоминающее ручную гранату. Приехали на вызов сапера с данным роботом. Оператор с помощью робота подъехал, взял манипулятором гранату и положил либо взрывопрочный ковчег, либо сразу же увез на полигон, чтобы в дальнейшем саперы могли либо устроить управляемый взрыв, либо как-то обезвредить. На данном этапе манипулятор может удерживать груз весом в 300 грамм. Управляют дроном дистанционно с помощью специального пульта. Такие устройства заказывают для большинства радиоуправляемых изобретений. Нужно лишь настроить механизм, а вот самого робота собирают буквально с нуля. Все детали изготавливаются на 3D-принтере. Сначала схема проектируется на компьютере, затем форму отливают из жидкого пластика. На сборку робота-сапера ушло порядка трех месяцев. Как говорит школьник, свое изобретение он продолжит модернизировать. Улучшит манипулятор для поднятия более тяжелых предметов и снабдит дрон камерой. У нас не стоит задача подготовить инженеров для Сколково или каких-то других научных институтов. Мы должны в игровой форме ребенка направить его мысли, он мыслил как инженер, потому что система мышления инженера в корне отличается от системы мышления обычного человека. Заслуженное серебро в Анапу привезли изобретатели младшей группы. Их ферма «Бот» создана для вспахивания, полива и засеивания земли. Они собирают своих первых роботов с помощью специального конструктора. Сейчас юные техники готовятся к финалу Кубка РТК, который пройдет в Санкт-Петербурге. С помощью дронов они будут ликвидировать завалы камней и противостоять стихийным бедствиям, испытывая роботов в непростых условиях. Анапчане уже вошли в десятку лучших на состязаниях в Москве. На финал поедут трое сильнейших изобретателей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Накануне мы отметили Международный день отказа от курения. Статистика говорит, что каждая десятая женщина в России курит, а более половины мужчин – заядлые курильщики. Особенно страдают от этой пагубной привычки молодое поколение. Специально для студентов в этот день в Анапском колледже сферы услуг состоялась встреча с медицинским психологом наркологического отделения городской больницы. О вреде курения, по мнению медиков, человек должен знать в любом возрасте. И даже будучи подростком, можно включиться в борьбу с этой вредной привычкой. Молодежь в зоне особого внимания специалистов. Конечно, проблема курения среди молодежи – это довольно распространенная проблема. И мы ведем активную работу со студентами, привлекая также сотрудников Управления по делам молодежи, медицинский центр. Также к нам приходит сотрудник госнаркоконтроля. И после этих мероприятий, общаясь со студентами, я вижу, что к ним приходит какое-то понимание. Медицинский психолог Марина Шабалина проблемы курения среди молодежи изучает давно. На учет в наркологическое отделение регулярно встают не только студенты, но и школьники. Между сигаретами, вейпами и кальяном нет никакой разницы. Все они одинаково вредны для здоровья. Случается и так, что из-за пагубной привычки разрушаются даже личные взаимоотношения. Производители табака ежегодно прибегают к новым приемам продажи своей продукции. В учебном фильме, который показали школьникам, приведен достаточно красноречивый пример. Практически все актеры, которые принимали участие в съемках рекламных роликов, погибли именно от употребления сигарет. Поэтому каждый участник лектория для себя сделал определенные выводы. Не надо курить, употреблять наркотики. Это очень вредно, от этого здоровье портится. И можешь ты умереть и заболеть раком. Курение вообще не должно распространяться. И это зародилось еще очень давно для того, чтобы как-то, я не знаю, поглотить человека или заработать. Скорее всего, заработать на этом. Сейчас очень сильно влекают, а все это. Люди, курящие, даже не замечают, как отдают свои деньги последние на пачку сигарет. Как считают медики, отказаться от пагубной привычки практически невозможно. Медикаментозное лечение весьма дорогостоящее и занимает не менее полугода. Но избавиться от сигареты все-таки возможно. Для этого необходимо обратиться в кабинет отказа от курения, который находится на территории городской больницы по адресу Терская, 20. Прием врача анонимный. Руслан Душевский, Анапа, регион. Живая музыка от лучших композиторов. В Всероссийском детском центре смена впервые прошел концерт симфонического оркестра Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова. Бессмертные произведения классиков исполнили студенты старших курсов и педагоги. Впервые в смене звучит живая классическая музыка. Оркестр в составе 55 человек под руководством заслуженного деятеля искусств Кубани Владимира Арутюнова исполняет произведения известных композиторов Вольфганга Амадея Моцарта, Ханца Циммера и Саака Дунаевского. Для детей это было очень познавательно, ведь детский центр смена совмещает две функции – образовательную и досуговую. Поэтому в планах этого центра использовать эти ресурсы творческие, чтобы дети могли познавать мир искусства, учиться и видеть разные инструменты. В состав оркестра входят студенты старших курсов Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова и несколько преподавателей. Я считаю, что это действительно очень важно, чтобы все люди, не только дети, а вообще и взрослые, вообще все в целом, могли приобщаться к культуре, не только к музыке, но и к другим интересным вещам. На зрителей выступление симфонического оркестра произвело огромное впечатление. Участницы проекта «Фестиваль Добра» признаются – никогда не были на таких концертах, о чем очень жалеют. Я была первый раз на таких концертах, и я была просто в шоке. Меня эмоции переполняют, и хотелось бы еще побывать на таких прекрасных концертах. Живая музыка – это вообще так классно. Я не думаю, что настолько будет это красиво звучать. Я бы еще хотела побывать на таком концерте. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. Витязь. Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова